Подобную картину жители Ленинского района наблюдают с конца прошлой недели. В один момент все баки были вырезаны, а мусор из них вывален прямо на контейнерные площадки. С субботы. До этого всегда было безупречно. Я живу вот в этом доме. Всегда идеально было, всегда чисто было. Вот почему-то три дня я сама не знаю, с чем связано это. Лето на дворе, мухи, крысы и все такое прочее. Все это, конечно, недостойно города. В связи с этим в социальных сетях разгорелись горячие обсуждения. У ПЛК-13 сегодня возились с мусором. Контейнеры опустошали, но не увозили. А вот забрали или нет мусор с земли, не знаю. А в чем, собственно, проблема? Почему не вывозят мусор? Надо звонить в местный ЖЭК, делать заявку и все. Неужели всем безразлично? А у кого-то есть информация? Будут вообще новые контейнеры? И если будут, то когда? Сказали, что через неделю весь мусор тогда вывезут, типа другая компания будет. Но скопится много мусора. Да уж, я сегодня прошелся по городу с утра. В некоторых местах там уже горы мусора. Ситуацию нам прокомментировал генеральный директор муниципальной управляющей компании, которая совсем недавно заключила договор на вывоз мусора с новым подрядчиком. Мусор в возящей компании поменялся подрядчик. Старый забирал свои контейнеры. Меня поставили в известность, наверное, где-то в среду, что меняется подрядчик. Да, я сразу сказал в среду, что никаких контейнеров никому ничего не отдавать. Но, к сожалению, круглосуточно дежурить не могу. Поэтому, скорее всего, их вывозили ночью. К сожалению, вот я могу только влиять на Арктику, но никак не на ее подрядчиков. Сейчас заходит новый, поставит новый, и весь мусор вывезет. Постоянно отслеживаем этот процесс. Я думаю, что в течение двух дней по городу все уберем. И действительно, новые баки на некоторых контейнерных площадках появились. Они пока пустые и не установлены под навес. Под ним продолжают находиться отходы, последствия смены субподрядчика. Будем надеяться, что в указанные сроки субподрядчик справится с задачей, и площадки снова начнут выглядеть как надо. По району дежурили. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видно.ТВ.